Всем доброго воскресного вечера в эфире шоу программы Артист из народа. Меня зовут Лана Чехова, в студии со мной Таня Фетт. И мы продолжаем встречать и знакомить вас с нашими уникальными, талантливыми гостями из нашего города. А я напоминаю, что вы можете зайти в группу Радио Болит во Вконтакте и не только услышать, но и увидеть наших гостей. А также залетайте к нам в наш чат в телеграмме Артист из народа на Радио Болит. Сейчас в этом часе будет розыгрыш, но об этом подробнее мы чуть позже расскажем. Ну а я буду представлять нашего второго гостя. Это замечательный молодой человек, его зовут Степан Сопко. Он артист театра-театра, закончил Пермскую государственную академию искусства и культуры по специальности актер театра и кино. Некоторое время он работал в Пермском Тюзе, но с 2021 года он артист Пермского театра-театра. И за это время он полюбился зрителям своими многими ролями. И благодаря одной он даже вошел в шорт-лист Международной общественной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2022» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Ну а сейчас подробнее об этом, обо всем нам расскажет сам Степан. Степан, привет! Добрый вечер всем, добрый вечер девушке, добрый вечер наши радиослушатели и все те, кто смотрит нас на трансляции. В соцсетях. Да, в соцсетях. Прежде всего хотелось бы сказать огромное спасибо вам, потому что я посмотрел предыдущий ваш выпуск с Александром Пронькиным. И я должен сказать, что это очень крутой формат, очень классный, это очень сильно все мне понравилось. Когда люди просто разговаривают, просто общаются, никакого официоза, никаких рубашек, галстуков, официальных ответов, официальных вопросов, вот этого всего. Просто люди разговаривают. Потому что, ну это правда снимает какое-то лишнее волнение с тебя. И я думаю, да, сюда я точно пойду, потому что если я пошел бы на официальную куда-то встречу, я бы такого наговорил, я вас уверяю. Нет, это так приятно, спасибо огромное. Да, аплодисменты. Да, нам аплодисменты. Спасибо, что вы есть. Да, нам тоже очень понравилось общаться с Сашей, потому что это невероятно большая такая личность, творческая, талантливая. Мы как бы на одном дыхании провели тот эфир, насколько вот я помню, Таня, ты ведь помнишь? Была Маша, меня не было, к сожалению, я вас слушала. А, да, но я вот Машу не помню, а Сашу помню. Да, он очень, очень крутой. Видимо, это специфическая, да, у меня такой угол восприятия. Ну что, у нас сегодня такая тема эфира, да, как не откладывать жизнь свою на потом или борьба с прокрастинацией. Вот тема такая, она всегда актуальная, насколько я понимаю, и творческие люди, как вообще справляются с этим? Немножечко расскажи о том, как ты с этим сам лично встречаешься, не встречаешься. Ну, конечно, очень часто встречаюсь. Я, можно сказать, веду с ней борьбу уже много, много лет. И единственное, наверное, что спасло меня в этой борьбе, то, что мы с женой вовремя завели ребенка. И как бы то, что у тебя есть ребенок, не дает тебе спокойно расслабиться, прокрастинировать. Ты не можешь просто лежать на диване, потому что ты есть ребенок, с ним надо что-то делать, что-то играть. Поэтому, как бы, ну, тут уже ничего не поделаешь. А так, до этого момента я просто проигрывал безбожно эту борьбу. Я мог лежать, я мог валяться, ничего не делать, смотреть в потолок. Это было прям мое. То есть ты относишься к такому типу личности, будем так говорить, что тебе нужен внешний такой мотиватор, внешний стимул, да? А не так, что изнутри там тебя поднимается совесть и начинает тебя есть, есть каждый день. То есть это на тебя не действует. Нет, вообще. Ладно, мне кажется, в твоих способах не было этого варианта родить ребенка. Вот нет. Давай, надо записать. Какие еще есть способы? Ну, там, на самом деле, способов достаточно много нам предлагает психология. Вот мне очень нравится освобождать голову. Вот как у тебя с этим? Вот, ну, у людей, кто обычно прокрастинирует, очень много мыслей в голове разных, да? Они живут постоянно либо в прошлом, либо думают о будущем. Вот какие у тебя способы останавливать бег мыслей и присутствовать в моменте, как это модно говорить, здесь и сейчас? Ну, на самом деле, да, особенно в нашей работе, когда у нас очень большое количество информации по поводу любой темы есть, нас наполняют этой информацией, мы сами ищем, собираем. И бывает очень полезно просто, знаете, отойти от этого всего, все это оставить, как-то поставить на паузу и посмотреть со стороны. Не всегда, конечно, это получается, потому что, ну, зачастую мы работаем над спектаклями очень интенсивно, то есть без выходных, без перерывов практически. И, конечно, я думаю, что лучше всего просто сходить и прогуляться хорошенько, возможно, даже на полдня, на день лучше замерзнуть, лучше стереть себе ноги, но подумать все-таки о чем-нибудь другом, как-то себя отвлечь обязательно нужно. Лучше одному прогуляться или с кем-то? Ну, это, наверное, уже зависит от человека. Вот мне, наверное, да, лучше бы одному прогуляться и как-то сам по себе, может быть, послушать музыку какую-то расслабляющую. Ну да, вот мы предлагаем, ну, как мы, да, будем так говорить, психологи предлагают научиться такому методу саморегуляции, это как медитация такое, да, состояние, когда ты можешь больше сконцентрировать, ну, такое чувственное восприятие, сконцентрировать свое внимание на ощущениях. Вот как раз ходьба, это, да, это очень такой хороший способ, да, остановить мысли, успокоиться, и именно сконцентрировать свое внимание на шаге, на дыхании, на том, что тебя окружает, на звуках, да, на каких-то пейзажах. Да, здорово, классно. Ну, и часто, да, ты ходишь? Хожу частенько. Мне кажется, актеры, вы такие трудоголики, вы, наверное, прокрастинируете свою обычную такую вот личную жизнь чаще всего. Нет, это не так? Ну, на самом деле, еще вот я сейчас подумал, что очень хороший способ, ну, лично для меня, это готовить, кушать. Потому что я понимаю, что когда я готовлю, у меня прям все внимание переходит куда-то во что-то другое, и ты как-то вообще... В конкретное, да, блюдо. Да, дело, да, все, у тебя есть дело, вот это так порезать, это так, это замариновать, это затушить, все, и ты как бы, и ты весь в этом процессе, и потом уже ты из него выныриваешь, и ты как бы выдыхаешь. И отдохнувший такой, да, вроде трудился, а голова отдыхала. Да, да, да. Здорово, да, кстати, физический труд действительно отвлекает от разных мыслей. Ну, что, давайте все-таки про работу поговорим. Давайте. Очень интересно, Степан, есть ли у тебя какая-то любимая роль в ТТ? Да, любимая роль — это каждая новая. Ну, то есть то, которое ты еще не сыграл, которое еще не в репертуаре, я думаю, она будет любимая всегда, потому что ты уделяешь ей максимальное количество времени, ты максимально по этому поводу возбужден, у тебя очень много желаний, много источников информации, ты там собираешь это как-то все по кусочкам, потом выставляют тебе лист, где там написаны роли, ты радуешься, вот это вот все. Вот это, мне кажется, это не перебить никак. У меня такой вопрос родился, я когда-то ходила, занималась театральным, ну, такой самодеятельностью, и у нас режиссер выдавал нам роли, когда у нас был новый спектакль, он там смотрел нас, там, посматривал и говорит, вот ты будешь там вот эту роль играть, ты эту роль, как у вас обстоит дело? Ну, по-разному, на самом деле, некоторые режиссеры устраивают кастинги, то есть много артистов приглашаются, их там просят что-нибудь, например, прочитать или какую-нибудь сцену сыграть. Некоторые режиссеры уже знают, что им нужно, то есть они посмотрели там либо записи, либо сами спектакли, и они уже приглашают конкретного человека на конкретную роль. А как у тебя это бывает? Тебя обычно предлагают роли, ну, может быть, на выбор, либо тебе говорят, нет, вот ты сегодня играешь там, я не знаю, там, а-ля Раскольникова какого-нибудь там, или еще какого-нибудь персонажа такого. Ну, тоже по-разному, на самом деле, потому что вот в тот же «Маскарад» был кастинг большой, приезжал вот, Филипп Григориан приезжал в Перми и проводил кастинг, по-моему, каждого вообще артиста из трупа, у него было по 15 минут, он тогда сказал, что я как-то неправильно все рассчитал, потому что я не думал, что я на весь день по 15 минут ни одного перерыва, и он вот со всеми артистами поговорил, всех попросил что-то прочитать, но иногда, конечно, предлагают, когда вот уже более-менее есть какой-то репертуар у тебя в театре наигранный, то есть режиссер может что-то посмотреть у себя, какой-то спектакль, и тебе могут предложить тоже роль. Да, очень интересный разговор, мы прервемся ненадолго, никуда не переключайтесь. А кто у нас сегодня в гостях? Сегодня у нас в гостях Степан Сопко, это артист театра-театра. Ну и, конечно же, сегодня есть еще уникальная возможность выиграть билеты на премьеру спектакля «Гостиница Центральная». И прямо сейчас в Телеграм-канале уже есть задание. Это задание «Какой известный композитор в годы эвакуации жил в гостинице Центральной и написал одно из своих самых известных произведений?» И даже есть варианты ответа. Облегчили задачу нашим радиослушателям. Игорь Федорович Стравинский и Сергей Васильевич Рахманинов. Тот, кто первый напишет в комментариях верный ответ, получит два билета на премьеру спектакля «Гостиница Центральная», но о которой нам сейчас Степан подробно и расскажет. Ну, спектакль «Гостиница Центральная» — это спектакль про людей. Про людей, которые жили в Перми в 40-е годы, в 60-е годы и, соответственно, в современности. И сам спектакль-то как раз про ту самую гостиницу, семиэтажку, которая находится рядом с оперным театром. Вот. И про то, как люди... Мы просто привыкли считать, что наши вот бабушки, дедушки, мамы, папы, они какие-то вот другие. Они разговаривали не про то, о чем мы говорим, и как бы они какие-то совсем не как мы. Но на самом деле получается, что они так же смеялись, так же пели, так же кто-то хотел уехать из Перми, кому-то дико нравилось Перми. Так же, как и мы, они по-разному воспринимали этот город. И вот спектакль об этом на самом деле, потому что он делается к 300-летию, к проекту федеральному по 300-летию города Перми. Это такой большой наш подарок всем жителям и гостям города. И я думаю, он очень будет интересный. То есть это такая ностальгия, что ли, да? Да, это, как можно сказать, такая открыточка. Связь времен, да, от как наши бабушки жили в ту эпоху, в чем мы отличались, но и в чем мы были едины, да, в чем мы и есть едины с ними. Какие там, не знаю, наверное, проблемы, да, человеческие во взаимоотношениях, наверное, рассматриваются. Вообще проблемы не меняются, как оказалось. Да, меняются только декорации, а все остается прежним, да. Любовь и ненависть, я не знаю, там, разлука, да, что там еще. Расскажи, пожалуйста, как ты попал туда? Какой у вас там был кастинг, отбор или тебя, может быть, сразу утвердили? Нет, у нас был кастинг, мы, мне кажется, где-то около месяца ходили на кастинги к режиссеру, и, ну, конечно, было много чего на этих кастингах. Мы читали стихи и разыгрывали какие-то сцены. Я помню, что даже в какой-то момент меня попросили показать мою младшую сестру, то есть было очень много всего. Скажи, пожалуйста, вот сейчас буду немножко перебью, почему вот столько испытаний для уже состоявшихся актеров, которые уже там служат, да, в театре, почему вас, как говорится, ну, заставляют проходить все круги? Вот, да, это очень хороший вопрос. Почему? Почему столько испытаний для состоявшихся актеров? На самом деле, потому что режиссер должен, наверное, до конца знать всю твою психофизику, чтобы применить тебя к роли, то есть, чтобы не нужно было очень много времени работать над человеком, потому что очень большой спектакль, очень массовый, очень много народу, очень большие темы затронуты, много сюжетных линий, то есть люди должны максимально подходить к этим ролям, чтобы нужно было не так много с ними работать. А сколько примерно вы работаете над спектаклем? Сколько дается времени, месяцев, до дней, недель, не знаю, раз у вас такие жесткие, такие требования? Ну, театр репертуарный, то есть мы периодически еще играем спектакли и периодически еще в параллели мы репетируем какие-то спектакли, то есть не всегда получается так, что мы начинаем спектакль, вот идет репетиционный процесс и мы как бы сдаемся. Нет, начинается спектакль, там первая читка, потом существует перерыв, возможно, даже в месяц или в неделю, мы там репетируем что-то другое в это же время. То есть репетиционный процесс весь, он может занимать год, может занимать даже больше. А сколько бывает параллельно спектаклей? Ну, по крайней мере, ты участвуешь в скольких спектаклях параллельно? Которые репетируются? Ну, которые репетируются, может быть, уже показываются, может, вот прямо сейчас у тебя сколько параллельных спектаклей? Где ты задействовала? Сейчас раз, два, три параллельно. Три параллельных, да? Как ты учишь слова? Я читаю до двух часов ночи, просто сижу и читаю. На самом деле я прихожу с работы и сижу и читаю. И запоминается, да? Ну, как-то так, да, запоминается. Просто я знаю, кто-то нам, по-моему, кто-то из актеров уже говорил, что тексты запоминаются, когда вы репетируете. Да, конечно, это намного легче, чем просто читать, потому что ты сначала прочитал, вроде все отложилось в голове, потом ты выходишь на сцену. Ну, а что, а я тут, да, что-то говорю, да, что-то, ноги куда-то тебя ведут, куда-то руки ведут, и все, все полностью вылетает, весь текст, потому что дома ты просто сидишь и читаешь текст, он все прекрасный, классный текст, все ты выучил. А бывает так, что ты, например, вот свою роль учишь дома и кому-нибудь ее рассказываешь, например, супруге, ребенку, коту, ну, так вот, есть такое вот? У меня был такой момент, когда я шел как раз на работу, я стараюсь жене не читать свои роли, и ребенку тем более, потому что, ну, как-то для меня это немножко стеснительно. Я все-таки, ну, отец, муж, я как-то должен быть, наоборот, стабильным очень человеком. А у тебя нестабильные роли? У меня, да, бывают такие роли, где ты просто кричишь что-то или что-то, жестикулируешь как-то необычно, и вот у меня был такой момент, когда я шел по эспланаде, и неосознанно я как бы повторял роль, и я начал как-то жестикулировать. И кто-то был в бригаду. Я все время так делаю, хожу, пою по улицам. И мне кажется, что люди тоже как бы так смотрели, такой, а, ну, это в театр, который идет, ну, все, понятно. Ну, то есть, бригаду-то не вызвали, да? Ну, нет, слава богу, как бы обошлось, я вовремя это пресек. А вообще между актерами есть конкуренция какая-то, соперничество, вот, когда вы там, не знаю, за какие-нибудь роли, главные, неглавные, как у вас там это все организовано? Ну, конкуренция, да, конечно, есть, потому что, ну, актерский состав очень большой, даже в ТТ, он вообще, мне кажется, самый многочисленный в Перми. И есть и студенты, и актеры постарше, и совсем молодые, вот, вчерашние студенты, есть студенты, которые сейчас учатся. А как проявляется эта конкуренция? Вы в тапки друг другу стекло разбитое кладете или что делаете? Ну, на самом деле, я никогда не сталкивался еще с таким, и мне показалось, что... С такой жестью, да? В театре-театре как раз такого нет вообще какой-то конкуренции, потому что, наоборот, все стараются друг другу помогать, все поздравляют с ролями, все как-то, наоборот, очень сильно друг друга поддерживают. Хорошо, мы прервемся ненадолго, никуда не переключайтесь. А мы вновь вернулись в студию программы «Артист из народа», и уже у нас есть победитель. Тань, кто у нас победил? Этот счастливый обладатель двух билетов на премьеру гостиницы «Центральная» написал свой первый правильный ответ, и это, конечно же, был Арам Ильич Хачатурян. Именно он написал произведение в гостинице «Центральной». И этого победителя зовут Олег Фиткулов. Мы обязательно с вами свяжемся и сообщим, как забрать свой приз. Ну а Степан нам расскажет сейчас об этом спектакле, где нам можно его посмотреть, и когда уже ожидается премьера. Премьера ожидается, премьерная серия будет со 2 по 8 марта, но вот сейчас, 16, 17 и 18 февраля, есть уникальная возможность попасть на предпоказ спектакля. То есть это, если можно выразиться, вот есть фильмы, а есть режиссерская версия фильма, то есть «Директор Скот», где там разные всякие удаленные сцены какие-то, возможно, некоторые сюжетные линии продленные. И вот предпоказ спектакля — это как раз вот такая вещь уникальная, где можно увидеть то, чего потом в спектакле не будет. А как попасть на этот предпоказ? Предпоказ, на него точно так же продаются билеты, как и на премьеру. То есть покупаете билеты, приходите, смотрите, вы увидите намного, ну не намного, конечно, но вы увидите больше, чем просто спектакль. Вы, возможно, даже увидите репетиционный процесс, потому что во время предпоказа режиссер может остановить спектакль, сказать, давайте вот эту сцену еще раз пройдем или по-другому пройдем. Тайны за кулисья, очень интересно. Степан, ты говорил, что этот спектакль очень массовый. Кто там будет принимать участие из уже, может быть, не знаю, известных ведущих актеров? Слушайте, ну мне кажется, актерский состав просто великолепнейший. Там, ну со мной, например, в 60-х годах участвуют и Марат Мударисов, и Аня Горельцева, то есть прекрасные актеры, и совсем молодая, но оттого не менее прекрасная Эмилия Веприкова. То есть это, ну просто очень классная команда. И Елена Сергеевна Старостина участвует, и Евгения Барашкова, и Дмитрий Васев, и Вячеслав Чуистов. Ну мне кажется, что это максимально такой... Грандиозное зрелище будет, да? Да, ну просто профессиональный спектакль. Соцветие, соцветие артистов. Ладно, давай всем артистам аплодисменты. Да, да, и тех, кого ты еще не назвал, потому что я понимаю, что, наверное, очень-очень много артистов будет, актеров принимать участие. И балетная труппа, и оркестр, поэтому, ну, людей просто очень много. А ты можешь сказать, кого ты там играешь? Или это секрет? Нет, это журналист, которого зовут Володя. А, журналист, так вы просто... Да. Не Артур двенадцатый какой-нибудь. Нет, просто обычный житель перми. Ну да, шестидесятых Артуров, королей там, у нас не жили здесь. Да, интересно. А вот что... Вот там вопрос был очень интересный. Чем... Ну, про проект... Давай, Тань, ну, помогай мне. Да, ты еще занимаешься преподаванием, насколько нам известно. Да, я занимаюсь, я преподаю актерское мастерство на английском языке. То есть на базе английского билингвального клуба города Перми существует такой проект, он называется InAct, где актеры из разных театров собирают просто группу желающих и изучать язык, и изучать актерское мастерство. И мы в течение нескольких месяцев даем какие-то упражнения, занятия, и в конце этого всего мы играем спектакль на английском языке. О, это так круто! А это для детей или для взрослых? Нет, это для взрослых, и тем более сейчас мы еще запускаем новый проект, где спектакль выходит также и на русском языке. А где будут спектакли показываться? Репетироваться мы будем на базе вот как раз английского билингвального клуба города Перми. А показываться мы показываемся в разных точках. Мы показывались и в театре в доме актера, и еще мы искали частную площадку, то есть мы подстраиваемся под расписание наших учеников, когда они могут, когда мы составляем вот этот план, очень большой, очень такой плодотворный. Это получается только для студентов и актеров? Или может быть для любителей, для людей, кто хочет себя попробовать? И для любителей, и для... вообще для всех. Где информацию можно найти? Информацию можете найти и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Телеграме. Ну, Инстаграм запрещенная сеть, в Российской Федерации. Извините. В Телеграме, ВКонтакте есть английский билингвальный клуб English Balingu Club, город Пермь. У них есть два филиала, и, пожалуйста, звоните, пишите. То есть можно всем попасть? Да, абсолютно всем. Это платная версия? Да, это платные курсы. А сколько стоит? Если честно, я не скажу сейчас, потому что я как-то... Не задавался этим вопросом. Ну да, да, конечно. Тебе зачем задаваться этим вопросом? Ты преподаватель, да? Но вообще это доступная опция? На самом деле, да, да, конечно, доступная. То есть это не так, что там какие-то заоблачные, непонятные... Нет, потому что мы тоже изучаем английский язык с помощью этого, потому что... Вот я и хотела спросить. Да, не все преподаватели на самом деле свободно владеют английским языком, и я в том числе, как бы, владею тоже бегло. И мы вместе со студентами, как бы, строя уроки, мы как раз... Потому что говорят, что лучше всего изучать язык, если ты разговариваешь с нейтив-спикером, то есть с тем, кто уже разговаривает на этом языке. Но нам бывает тяжело это делать, потому что, ну, я знаю по себе, ну, правда, как-то неудобно бывает. А когда ты разговариваешь с таким же человеком, как ты, который только изучает язык, то тебе становится легче. А вот я хотела у тебя спросить, Степан, про вот твою номинацию. Что это вот международная общественная премия, зрительских симпатий, звезда театрала 2022. Вот что это за номинация? Расскажи подробнее. Как ты туда попал? Что это дает тебе сейчас? Может быть, какие-то преференции? Я не знаю, как... Честно, я не знаю, как я туда попал. Какие они скромные вообще. Нет, правда, ну, я просто работал свою работу. Все, я больше ничего... Я просто хорошо делал свою работу, профессиональные меня выбрали, меня увидели, да? Нет, просто посмотреть на тех людей, с кем вместе я был в номинации. Это Игорь Юсилович и Виктор Добронравов. То есть я вообще не понимаю, каким образом я его туда попасть. И, ну, пока что, на самом деле, на сегодняшний день никаких преференций я от этого не получил. То есть не дали ни денег, ни подарков, ничего? Нет, ничего не дали. Ну, видимо, зрительские симпатии были не на моей стороне в этот раз. А вообще, есть какие-то номинации? Может быть, есть какие-то у тебя цели, планы? Какой-нибудь, там, не знаю, Грэмми, Оскар? Может быть, Золотая маска? Да, что там у вас есть еще? Ну, наверное, да. Наверное, это из ближайшего, что в обозримом будущем может мелькать. Это, наверное, Золотая маска за драматическую роль. А вот в кино у тебя нет желания сниматься? Пока вообще как-то... Меня постоянно спрашивает жена, ну, что, когда уже, может быть, уже... Блокбастер какой-нибудь? Надо уже куда-нибудь, ну, что-то сходить, но нет вообще никакого желания. Пока что я как-то очень сильно занят в театре какой-то такой мыслительной работой, что ли, исследовательской. И я не могу пока себя даже представить в кадре или где-то на съемочной площадке. Вот сейчас, кстати, в спектакле «Гостиница Центральная» есть такой элемент, как съемочная площадка. И она на протяжении всего спектакля присутствует на сцене. И я пока, правда, не могу себе представить в ней вообще, как я в ней буду находиться. А были ли у тебя какие-то пробы пера уже в рекламных роликах каких-то? Нет, вообще ничего. А, ты только, получается, когда получал образование, да, там у вас были какие-то... Да, там были какие-то эксперименты. Основы, да, вам давали, а вот то, чтобы в кадре почувствовать, насколько это вообще по-разному. Конечно, да. Насколько я знаю, театральное... Ну, быть театральным актером это одно, а сниматься в кино это совершенно другая история. Я думаю, что я буду очень плохим поначалу. Ну, почему ты такой критичен? Ну, нужно объективно, мне кажется, оценивать себя. Это все равно приходит с опытом. То есть, если есть опыт, то понятно, что человек в кадре выглядит уверенно. А сколько лет ты уже служишь в театре? Я 7 лет проработал в театре юного зрителя, еще 2 года проработал в ТТР, 9 лет. А, ну, то есть, в принципе, ты еще начинающий, да, получается? Да, конечно. Поэтому я почему задала этот вопрос, просто я вижу, что ты очень скромный, самокритичный. Я думаю, ну, наверное... Но на золотую маску претендует. Да, да. Ну, это хорошо, кстати, это очень хорошо, что есть такие амбиции, потому что, мне кажется, это и мотивирует тебя развиваться. Да, конечно, работать. Так как Степан, у него стимулы внешние, да, всегда работают, поэтому ему нужны маски, какие-нибудь каннские фестивали, там, да, что-то у вас еще бывает интересное. А еще вот очень интересно, что тебя вдохновляет? Любовь. Меня всегда вдохновляет любовь. Но любовь не та, которую мы испытываем, а любовь, которую мы сами в себе взращиваем и которую мы разрешаем себе. Вот у нас уже второй гость сегодня говорит о любви к себе, о внутреннем состоянии. Ну, да. Это прекрасно, это прекрасно. Это говорит о зрелости, о мудрости наших героев, наших гостей. Лана, любовь к тебе это не способ борьбы с прокрастинацией? Ты сейчас прямо меня, сейчас меня прямо это озадачило, не способ борьбы. Я думаю, что это иммунитет, даже не борьба, а иммунитет. Если человек достигает такого уровня самосознания, осознанного отношения к себе, то прокрастинация ему не светит. Наверное, да. Он уже эту жизнь совсем по-другому чувствует, по-другому проживает, и он присутствует на 100%. Потому что прокрастинация, это, как правило, когда мы больше в голове, чем в деле. А любовь к себе это очень такое земное, это очень такое глубокое и такое тотальное чувство. Но такое зрелое. Зрелое, которому, наверное, мы учимся всю свою жизнь. Поэтому, да. Мне кажется, в этом плане можно посмотреть на детей, потому что они никогда не прокрастинируют. Они все время чем-то заняты, они все время любят все, что вокруг происходит. Снег, грязь, дождь, им все равно они это любят. Ну до какого-то момента. Да. Потом уже все обратно на круги свои, и потом мы всю жизнь обратно возвращаемся к состоянию вот этого детской непосредственности. Ну что, время подходит к концу. Степан, по нашей доброй традиции пожелай, пожалуйста, нашим радиослушателям что-то от себя приятное, доброе, светлое. Ну я думаю, было бы очень странно, если бы я пожелал что-то кроме любви. Да, действительно. Любите себя. Поэтому я же говорю, да, любите себя, любите мир вокруг себя, любите всех людей, которые наполняют вас. Ну и приходите в театр на премьеру. Конечно. Потому что это стоит увидеть. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Совершенно верно. Радио.